Семь библиотек в Волгограде попадают под городскую программу оптимизации. Их помещения будут отданы учреждениям дополнительного образования. Одним из таких зданий стала библиотека номер 5 Краснооктябрьского района. Здесь будет филиал детско-юношеского центра. Подробности знает Екатерина Караваева. Библиотека номер 5 в Краснооктябрьском районе Волгограда была открыта еще в 44-м году. В ее картотеке числилось почти 7 тысяч читателей. Однако теперь коридоры учреждения пустуют, а книги, перевязанные стопками, ждут своего часа. В скором времени они пополнят другие библиотечные фонды. А это здание займет филиал районного детско-юношеского центра. Его воспитанникам уже не хватает имеющихся помещений. В данный момент у нас в детско-юношеском центре занимается 2180 обучающихся. Но из-за недостаточности помещений мы не можем охватить всех желающих заниматься бесплатно. Потому что у нас это единственное учреждение в районе, где мы оказываем бесплатные дополнительные образовательные услуги. Хореография, изобразительное искусство, районный детский совет, клуб авторской песни. Все эти кружки, по словам руководителя центра, появятся в здании, где размещалась библиотека. Сейчас проводится ревизия помещения и составляется смета будущего ремонта. Решение отдать здание в ведение детско-юношеского центра было принято городским департаментом по образованию. Таким образом, специалисты надеются исправить ситуацию с внешкольными кружками и секциями. На протяжении нескольких лет в Краснооктябрьском районе стоит проблема расширения спектра дополнительных услуг, дополнительного образования. Поэтому мы долгое время искали помещение для того, чтобы расширить наш детско-юношеский центр. Потому что охват детей, потребность в этом есть. Под программу оптимизации, как известно, попадут еще шесть библиотек Волгограда. Их фонды также будут перенесены в другие учреждения культуры. А освободившиеся помещения передадут на нужные учреждения дополнительного образования. Екатерина Краваева, Андрей Стомин, телекомпания Ахтуба.